Здравствуйте, уважаемые зрители канала Баланс ТВ, с вами Дмитрий Чигаев и наша аналитическая программа. Некоторые современные психологи утверждают о том, что пессимизм является полезнее, чем оптимизм. И ожидания худшего, объясняют они, помогают справиться с волнениями и достойно пережить какие-то потрясения, которые могут прийти в нашу жизнь, различные ситуации. И человек, который ждет провала, заранее прорабатывает все негативные процессы, а значит, становится к ним готовым. И если их легче прорабатывать, то он в итоге становится более успешным. Так может ли ожидание беды действительно быть самой лучшей стратегией в сегодняшнем мире? С нами сегодня в студии мы беседуем об этой теме, раскрывая ее с Игорем Аникановым, специалистом в области пиар и лидерства, преподавателем института в области прикладных духовных технологий имени Джона Фейворса и Юрием Вяльбой, врачом-психотерапевтом, руководителем психотерапевтического центра Юрия Вяльбы. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, наверное, первый вопрос будет как раз к вам. Как все-таки можно быть успешным, поскольку вы специалист по лидерству и также специалист по пиару, может ли быть человек успешным, если вот такой пессимизм в нем присутствует? Это технология позитивного пессимизма. Мы и дальше поподробнее об этом поговорим. Позитивный пессимизм — это что-то такое новое уже изобретение, наверное, современных ученых. Если речь идет о позитивном критике, да, вот лидер как позитивный критик — это одна из ролей лидера, то, конечно, это нормально. С другой стороны, если мы говорим о пессимисте, то пессимиста от оптимиста отличает одна вещь. Оптимист — он полон веры. Вот ключевое отличие пессимиста от оптимиста — это пессимист не верит в то, что будет хорошо. То есть, если мы говорим о том, что он просчитывает какие-то критические моменты, то это уже антикризисный менеджер фактически. Как говорится, что рассчитывать надо на лучшее, но готовиться к худшему. Это нормально, это позитивный критик, это кризисный менеджер и это абсолютно не пессимист. То есть, в этом смысле, если пессимист с точки зрения лидера-пессимиста, он по определению лидером быть не может, потому что у него нет веры. Оптимист — это человек, который полон веры. И в нашем мире, знаете, есть такая поговорка, если немножко перефразировать, счастливы две категории людей — это мудрецы и глупцы. Вот по большому счету оптимистами в этом мире могут быть либо мудрецы, либо глупцы. Глупцы из-за того, что находятся в некой иллюзии относительно своего будущего. А мудрецы, потому что они понимают, а что от жизни ждать. Они радуются всему. Они радуются и тому, и другому, потому что понимают, что все, что к ним не приходит, все приходит по воле высших сил каких-то. Так вот, с точки зрения ученых, о которых вы говорите, они в принципе правы, но они рассматривают этот вопрос немножко узко. Вот с точки зрения науки о гунах материальной природы, которые очень подробно описываются в разных философских трактатах, в частности в Бхагавадгите, мы видим, что сейчас речь идет, скорее всего, о гуне страсти. То есть это вот бизнес, предпринимательство и так далее. То есть, когда в гуне страсти мы, ну так сказать, очень привязаны к результату. И если этот результат не приходит, то мы можем впасть в депрессию, как много случаев, люди становятся, были миллиардерами, стали миллионерами. И пуль в лоб. Вот много таких примеров. Это классическая гуна страсти. И в этом случае, возможно, таким людям, которые в силу каких-то причин стали по наследству или в силу каких-то заслуг или еще чего-то, стали миллиардерами, а потом не удержали этой стали миллионерами, ну может быть действительно лучше быть пессимистами или конструктивными такими критиками, которые не настраиваются на лучшее. Но любая статистика, которую, наверное, не изучали психологи и ученые, по лидерству, начиная вот с всего списка Форбса, да, вот эти люди, начиная вот с первого места и кончая там как минимум 90-м местом, да, это еще доллары-миллиардеры, они все определяют себя как оптимисты. У них нет такого, что это значит вера, это значит понимание того, и мы садимся в самолет, и если мы не верим, что он нас довезет, то мы пессимисты, то мы просто не сядем в самолет, у нас будет панический страх и так далее. Поэтому с точки зрения вот трех гун, вот те, кто находится в гуне невежества и в гуне благости, они, как правило, оптимисты, и для них лучше быть оптимистом. Но те, кто находится в гуне страсти и очень сильно привязан к результатам, то как минимум, как минимум, то есть им не стоит быть в любом случае пессимистом, да, потому что, как говорится, заказ есть заказ, как в анекдоте, там женщина стоит перед зеркалом и говорит, какая же я одинокая, старая, некрасивая, вся морщинистая, вся, так сказать, неудачная, неуспешная, никто мной не интересуется. Ангел-хранитель сзади, он смотрит на нее и говорит, я не знаю, зачем тебе все это нужно, но заказ есть заказ. Поэтому с этой точки зрения, даже тем, кто находится вот в этой гуне страсти или те, кто является пессимистом, им лучше быть оптимистом, но с элементами конструктивной критики, да, такого просмотра, проактивного мышления вперед, дабы, так сказать, постелить столом, соломку там, где вот надо. Вы сейчас сказали по поводу самолета, относительно веры, то, что пессимисты не зайдет в самолет, сразу вспомнил тоже небольшой анекдот, когда пессимисты собираются, созвали съезд, и единственное решение, которое было принято в этом съезде, больше съезд не проводить. А, да, да. Юрий, к вам вопрос. Вопрос связанный все-таки, может ли позитивный, вот что такое позитивный пессимизм, на мой взгляд, есть ли действительно что-то позитивное, положительное в этом подходе? Ну, примером, допустим, для меня позитивного пессимизма можно, хотя для меня это новый термин, могу прямо сказать, но примерно предполагаю, что за ним стоит, я могу сказать так, вот, то есть, такое выражение такое, старайся делать хорошо, плохо получится всегда. Вот в этом отношении, вот в этом плане это позитивный, можно сказать, так, пессимизм, да. Но за ним стоит некий позитивный, все-таки, старайся делать хорошо, получится плохо всегда. Это первое. Второе. Относительно вообще, как бы, вот того, что люди пессимистичны более успешно, я очень сомневаюсь. Вы сказали, что пессимизм, значит, готов к трудностям, готов к преградам, значит, он имеет возможность быть более успешным. Очень сомневаюсь. На самом деле, мысль, она материальна. И это доказано еще там в 80-е годы, двое ученых, физиков получили Нобелевский премий за то, что доказали, что мысль материальна. Как доказали, они оба работали на синтрофазотронах, разгоняли тонкие частицы между протоном и нейтроном, потому что не помню, в определенных магнитных полях, определенных параметров. И каждый считал, что вот в этом магнитном поле эта тонкая частица, значит, пойдет вот так, в эту сторону, а вот другой считал при точно таких же параметрах магнитного поля, что в другую сторону. И оба получали свои результаты. Такого не может быть. Как? Давай, значит, поменяемся. Мы поменялись, этот провел на его приборе, этот провел на этом приборе, и опять получили свои результаты. И тут им пришло в голову мысль, что на уровне тонких энергий, тонких частиц в том числе, в дело вступает энергия мысли. Вот эта команда, которая думала, что вот в этом магнитном поле вот это пойдет так, они были настолько настроены на то, что это будет такой результат, что действительно частично двигалось по тем энергиям, которые, так сказать, люди, можно сказать, своими мыслями ее направляют. А психотерапевт, тоже можете сказать, что человек, если будет постоянно перед зеркалом, ну вот уже был по поводу заказа, замечен тот момент один, говорить постоянно, что я буду богатый, я буду богатый, я богатый, я здоровый, я успешный, я привлекательный или привлекательный, то так оно и будет происходить. Конечно, мы все из чего состоим, из чего состоит материальный мир вокруг нас, из неких материальных частичек, мелких, маленьких атомов, молекул. Да я не понимаю, зачем все на работу-то ходят? Вот поставили каждое зеркало, и каждое утро, 8 часов, рабочий день. Это тут-то как нет, конечно, хорошо. Можно, конечно, вот так вот подгонять энергию Вселенной к желаемому результату, но, как говорится, на бога надейся, сам не плашай. То есть, ты когда еще не просто имеешь какой-то мысленный настрой, а еще и какое-то действие совершаешь в этом направлении, в достижении цели, своего мысленного настроя, вот тогда результат действительно эффективен. Законы Мерфи, они очень простые. Первый закон Мерфи, 5 законов Мерфи, достижения любого успеха, какие? Это первое, нужно иметь цель, не просто цель, а ты должен ее перед собой поставить, четко визуализировать, ощутить ее, как будто ты ее уже имеешь. Это первый закон. Второй закон, ты должен иметь план, как вот эту цель достигнуть. Третье, это ты должен иметь намерение, понимать, зачем тебе эта цель нужна. Четвертое, должно быть действие. И пятое, это обращение за помощью к высшей силе, для достижения цели, плана, намерения и действия. Вот тогда получается результат. И тут, конечно, какие здесь могут быть пессимистические концепты, если хочешь достичь какую-то цель. Она явно не будет тобой достигнута. Очень многие люди хотят быть богатыми, счастливыми, но рисуют перед собой мысли на картинке негативные. Негативные в личной жизни, негативные картинки в бизнесе, и в результате ничего не происходит. А почему-то одни богаты, а мне не везет. А вот потому, что мыслишь ты, дружище, пессимистично. Есть, безусловно, еще и другое, некоторое ограничение, помимо, например, известный Наполеон Хилл, который исследовал успешных людей и пришел к выводу, что нужно бить в одну точку, сжечь мосты и бить в одну точку, бить, 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 бить. И только тогда будет результат. То есть иметь вот эти все пять вещей, бить в одну точку и будет результат. При этом в одном из примеров я заметил, что он входит в противоречие сам с собой. Он рассказывает об одном бизнесмене, который купил золотую золотоносную шахту. Вернее, он хотел разрабатывать ее, как дойти до этой золотоносной жилы. И он три или четыре года, наверное, разрабатывал эту жилу, никак не дошел до нее, продал. Продал тот, кто купил эту жилу, буквально через 50 сантиметров или метр копнул, раз и все получилось. И с одной стороны, Наполеон Хилл, он говорит, что вот надо было дальше копать и, собственно говоря, все это произошло бы. Но тут входит в противоречие именно со своей же теорией, потому что другой-то человек, он приложил минимум усилий. Вот так вот щелкнул, копнул и все. И здесь мы видим, что эти великие ученые в области бизнеса и так далее, они, конечно, тоже немножко ограничены в том смысле, что они исключают элемент, который ограничивает многих из нас. Это элемент судьбы или кармы. То есть то, что нам положено по определенному статусу или по нашим прошлым заслугам. Потому что как бы я там не крутился, не вертелся и перед зеркалом не говорил, что я Стив Джобс, я Стив Джобс, я Стив Джобс, я сейчас у меня будет такой результат, я, возможно, этот результат и не достигну. Хотя, начиная действовать в рамках своего вот этого коридора кармы и имея сильное желание, до какой-то степени я могу продвинуться на этом пути даже до положения Стива Джобса. Это факт. Другое дело, что, конечно же, вот эти ограничения, они есть, их нужно обязательно учитывать, но это не отменяет вот эти пять правил, о которых мы говорили сейчас. Потому что именно они позволяют вам не только, так сказать, будущее свое создать, изменить как бы немножко через какую-то аскезу, через усилия, изменить свою судьбу в определенных, опять же, рамках. Но и позволяют вам, ну как бы вот все это получить, то, что вам положено, в конце концов. Иначе, как в анекдоте получится, ну ты билет-то хоть купи, лотерейный, да? Он говорит, ну господи, ну что ж такое-то, все мои друзья выиграли. Ну ты билет-то хоть купи. Если мы не идем, не покупаем билет и ничего для этого не делаем, то, конечно же, так и будем стоять перед зеркалом. Опять же, есть мнение, вот возвращаясь все-таки к ученым, уже, в частности, если мы говорим о конкретной вот этой теории, защитного пессимизма, то Джули Нором, профессор психологии, располагает, что позитивное мышление подходит далеко не всем. И вот именно, что есть категория личности, для которых как раз вот такой защитный пессимизм побольше способствует их развитию и помощи для того, чтобы прожить эту жизнь. То есть без разочарований, без каких-либо серьезных потрясений, потому что они готовы к тому, что будет какой-то отрицательный результат. Опять же говорится о том, что вот идеология позитивного мышления, она буквально поработила весь мир. Мы помним, да, что вот эта теория позитивного мышления, которую придумал Норман Пилл, по крайней мере, который описал ее в книге «Сила позитивного мышления». Данная книга вышла в 1952 году, как раз вот эти даты, как раз и говорим, да, 60-е годы, вот это все мышление. Позитивное мышление, так вот было навязано. Она говорит о том, что это буквально чуть ли не зомбируется население, о том, что все равно вы должны быть оптимистами, или по крайней мере говорить, что все будет хорошо, да, как нас родные всегда успокаивают. Все будет прекрасно, все хорошо, все успокоится, но не является ли это обманом? Да, просто это вот как раз подтверждает мои предыдущие слова. Я очень рад, на самом деле, что ученые наши вот таким вот спекулятивным способом дошли, по сути, до утверждений Бхагавадгиты, вот то, что мы говорили. А очевидно, что не для каждой категории людей, вот в данном случае для дураков и мудрецов, позитивный тип мышления, он не просто склонен, но и полезен, да, ну, вернее, для одних это он полезен, для глупцов он полезен, а для мудрецов это, естественно, состояние, позитивное мышление, им не нужно ничего. Но для людей в гуне страсти, для них это может быть губительно. Почему? Потому что именно в гуне страсти есть сильные привязанности к результату. И когда они не получают этот результат желаемый, вожделенный, рождается гнев. Рождается гнев, который съедает и их самих, и, так сказать, все, что попадает в поле их мое и я, да, вот я и мое. Поэтому в этом смысле, конечно, им, может быть, даже рекомендовано быть немножко пессимистами, да, чтобы не надеяться на это. Но суть-то заключается в другом. Если мы стоим, вообще мы говорим о, так сказать, развитии человека с точки зрения самоосознания, да, что каждый, ну, должен стать не стариком, а старцем в результате, да, ну, к концу своей жизни, то тогда мы должны понимать, что мы должны пройти вот этот, пусть даже позитивный пессимизм и выйти на осознанный оптимизм. Вот против чего они говорят, наверное, это неосознанный оптимизм, да, вот это позитивное мышление, которое, все хорошо, все хорошо, а в результате человек видит, что нехорошо, и он не знает, что с этим нехорошо делать, он считает себя обманутым, то есть его ум считает обманутым, и говорят, что все хорошо, надо так действовать, будет все хорошо. Я улыбаюсь каждый день всем, но все равно меня бьют по морде, и все равно все плохо. Так что же с этим делать? Вот здесь, на мой взгляд, если наши дорогие ученые, они ознакомятся с этим монументальным трудом, боговат-гид, у них все станет по полочкам. И они с точки зрения науки еще покажут, а что же делать вот всем остальным категориям, и как это примирить, вот этот, боговат-гид очень четко говорится, не слишком радоваться в радости, и не слишком переживать, когда приходит горе, ибо это происходит само по себе, вне зависимости от наших желаний. Черное-белое полоса, черное-белое, белое, точно так же, как зима сменяет лето, точно так же это приходит к нам. От этого не уйти. От этого не уйти. Поэтому это должно восприниматься, ну нормально, деньги пришли, ну классно. Ушли деньги, ну бог дал, бог взял, хорошо, здорово. И все, и сердце в порядке, и нервы в порядке, и все. Вот это вот ученые должны, так сказать, науку о гунах вывести на, так сказать, на общее обозрение. Мы заговорили об определенном моменте манипуляции, это как тоже есть анекдот, когда заболевший пессимист спрашивает, сколько ему здесь осталось у кукушки, а заболевший оптимист у дятла. Не является ли вам, на ваш взгляд, все-таки действительно какие-то моменты манипуляции, которые происходят в ученых кругах, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, вообще современная статистика и наука, она очень такая, сама по себе, очень субъективна. И я, допустим, не доверяю, допустим, многим утверждениям, особенно современным, которые часто диктуются некими, порой, коммерческими заказами. Вот, и, на мой взгляд, все-таки, да, действительно важно быть мудрецом, важно быть, не слишком радоваться, когда приходит радость, потому что слишком большая радость тоже может вогнать человека в очень большую страсть. И не слишком расстраиваться, когда приходит, говорит, да, это так. Но лучше, все-таки, на мой взгляд, позитивно думать, потому что по роду своей профессии, ну, не знаю, может быть, как вот патологоанатому или, там, судебному эксперту, кажется, что всех кругом убивают, вот, то мне, как врачу-психотерапевту, я просто по своей профессии вижу, что люди, которые имеют наибольшие проблемы, ну, скажем, имеют неврозы, имеют панические атаки, имеют склонность к алкоголизму, там, и так далее, и так далее. Это люди, в основном, по своей сути, невротики, а невротики, значит, пессимисты. А пессимисты, значит, люди, которые испытывают большое количество страхов перед жизнью, перед миром, имеют от этого напряжение и тем или иным образом от этого напряжения пытаются уйти. Кто в алкоголь, кто в наркотик, кто в невроз, в болезнь в том числе. Поэтому для меня, конечно, вот для, как человека, вот, практикующего, я все-таки сторонник оптимизма. И, может быть, я еще по натуре являюсь сам оптимистом, поэтому для меня вот эта теория, там, так сказать, разумного пессимизма, там, это для меня как-то что-то такое. Просто вы живете в другой плоскости. А мир, на самом деле, другой? Может быть. Если вы говорите как раз, что все притягивается. На самом деле, как мы живем, как мы воспринимаем окружающий мир, такой мир. Судить о мире мы можем только через свою собственную призму, не через всю больше. Поэтому, если мы воспринимаем мир позитивно, он и для нас и позитивно раскрывается. И, соответственно, процессы этого мира происходят в позитивном русле для нас. Если мы его видим, воспринимаем, сами в нем позитивно участвуем. Если мы пессимисты, негативно, то и, соответственно, мир к нам так же, как говорится, как ты к миру, так и мир к тебе. Поэтому здесь очень все, на мой взгляд, взаимосвязано. И негативные мысли, они притягивают к себе негативные процессы для человека. Позитивные мысли, позитивные процессы притягивают. И, опять-таки, пример приведу. Даже на уровне физиологии мысль, она материальная не только по отношению внешнего мира, но и по отношению человека. Как люди мыслят, позитивно или негативно, зависит от того, какими болезнями человек болеет. На эту тему даже есть систематическая такая работа, Луиза Хэй известная, где она провела систематику взаимосвязи тех или иных эмоций, которые люди испытывают, с теми или иными болезнями. Но, еще раз приведу пример, который я как-то приводил на передачи. Еще раз приведу. Американцы в 1946 по 1948 год провели работу с заключенными, которые были в концлагерях, они оккупировали Германию. Они такую исследовательскую работу привели, скриллинговую исследование, большое количество было исследовано людей, которые там выжили в концлагерях. Кто же там оказался наиболее сохранный, наиболее в психологическом плане, в физическом плане сохранный? Оказались люди верующие. То есть люди, воспринимающие мир под другим ракурсом. И процессы в них происходили другие. Ну, скажем, как воспринимает мир, допустим, атеист или пессимист. Куда я попал? Страшное место. Плохие люди, которые меня сюда посадили. Здесь я могу каждую минуту, каждую секунду умереть. И вот эти энергии, которые он в себя запускает негативно, его уже разрушают. В конечном итоге он оказывается в лучшем случае инвалидом, в худшем случае в газовой камере. А как воспринимает мир пессимист, вернее оптимист, который воспринимает мир с другой точки зрения, с другой позиции? Если я сюда попал, значит, я попал из любви Бога ко мне. Я вот здесь нахожусь для того, чтобы пройти определенные какие-то уроки. Чему ты должен научиться? Может быть, научиться прощать. Может быть, научиться, наоборот, проходить через эти трудности. Если я душа бессмертная, то что бы ни происходило с моим телом, с душой-то, со мной, как бессмертной душой, ничего не происходит. И поэтому уровень страха, уровень вот этих энергий негативных, эмоций негативных, они становятся меньше. И такие люди становятся более сохранны, у них больше возможностей, как раз даже при очень страшных условиях бытия, все-таки выжить. И выжить в сохранном все-таки виде. И в психологическом, и в физическом плане. Простой пример еще тоже приведу, вот меня навеяло на мысли. Пища жизни, такая есть миссия пищи жизни. И вот ее, значит, 94-95 год, чеченская компания и вот кришнаиты, которые в основном были в этой благотворительной миссии, они кормили людей. Ни боевиков, ни солдат, ничего, людей. Просто людей, которые страдали от ситуации. Мирное население. Мирное население, да. И однажды они попали в какую-то там облаву, боевики чеченские, они схватили их. И без суда следствия хотели просто, ну, русские, вот, там еще в каких-то непонятных одеждах хотели расстрелять. Они сказали, позвоните, пожалуйста, вот этому, вот этой духовной личности, там, не знаю, сан какой был имам или кто-то там, муфти или еще кто-то. И он подтвердит, что мы, так сказать, нормальные люди, мы кормим мирное население и так далее. Они стали звонить, ответа никакого. Вот, значит, и они сказали, ну, все, к стенке и среть. То есть, кришнаиты, они, так сказать, ну, люди, которые, ну, как минимум верят в бессмертие души, да, так сказать, они достаточно спокойно к этому отнеслись, как к некой даже милости Бога, вот, как вы сказали. И они сказали, хорошо, мы готовы, раз такова милость Бога, мы готовы. Дайте нам только возможность помолиться, просто спеть молитву одну. Вот, и они стали петь молитву, не было никаких там, ой, там, пожалуйста, не надо. То есть, боевики, они сами опешили, они увидели вот этот, вот, вот этот, когда, можно сказать, позитивный настрой о том, что они принимают это как милость Бога, поют свою молитву. И вот, как только они спели молитву, раздался звонок. Перезванивает как раз вот эта вот личность, которая подтверждает, да, что вы делаете, вообще отпустите ребят. Но те были поражены вот такой, так сказать, ситуацией. И это абсолютно точно, что позитивные притягивают позитивные. Это факт, это как магнит. Когда задали вопрос Тарсунову Олегу Геннадьевичу, значит, разрушает ли мозг мобильный телефон, он говорит, он начинает разрушать ваш мозг ровно с того момента, когда вы начинаете в это верить. Вот, собственно говоря, да, это факт. Потому что это гигантская сила, мысль это гигантская сила. Она может убить человека, может спасти человека, вот именно просто размышляя над чем-то, да, просто вот позитивно или пессимистически. Сколько людей, которые выкарабкиваются из самых, казалось бы, там, так сказать, смертельных ситуаций, да, там, есть даже случаи, которые доктор Мауди описывает, когда уже 4 дня тело в морге лежало. И вот такое сильное было желание вот у этого живого существа, который, так сказать, уже фактически, да, вернуться в свое тело, что было дано ему это. Он вернулся и вот описывал эту ситуацию, свой, так сказать, вот этот посмертный опыт и так далее. И в то же время какая-то там мизерная там болезнь или еще что-то вводит в такую депрессию человека, что он просто уже не хочет жить и умирает буквально там непонятно от каких вообще симптомов. Игорь, смотрите, Игорь, и вы уже отметили такой момент, вера, вера человека. Я думаю, что, опять же, я предполагаю, что ученые, о которых мы говорим, и в том числе профессор, уважаемый, я полагаю, что уважаемый профессор Джулий Норин, не рассматривают такой аспект именно как вера. Какова вера? Что такое вера? Это просто вера, что это самолет, который я сяду, не упадет? Или что машина, на которой я еду, не попадет в ДТП? Какая вера должна быть? Ну, вера бывает разная, в зависимости от уровня духовного развития. Кто-то верит, что ему, вот его уровень духовного развития, что ему поможет бутылка водки. Вот он выпьет ее, и все будет хорошо. То есть наладится. Проблемы рассеются. Проблемы уйдут, их не будет видно. Хотя они есть, но субъективно он их не видит, не воспринимает. Это вот один уровень веры. А другое дело, когда человек верит, действительно, высшую силу, действительно, имеет взаимосвязь с ней через молитву, через веру. Вот тогда действительно подключаются какие-то действительно мистические, более высокие силы в бытие человека. И тогда с ним происходит удивительный процесс, удивительное явление. И здесь в этом отношении человечество, вернее, человеческая история имеет очень много примеров. Когда люди, обратившись к Богу, действительно, с ними происходили чудеса, вплоть до воскрешения, вплоть до исцеления от неизлечимых болезней. Это сотни тысячи таких случаев. Я добавлю, что вера, ну, самое идеальное сочетание, да, или вот синтез такой, это религия-наука, да, вот это идеальное сочетание. Вера и разум. Вот вера без разума, она непременно выльется либо в сентименты, либо фанатизм религиозный. Просто когда ритуал, мы следуем ритуалу, букве, закона и так далее, да, фарисейство. Но разум без веры, какой бы он сильный и продвинутый не был, он выльется просто в обычные философские спекуляции. Да, вот в такие там одна теория, вторая теория, третья гипотеза, еще что-то, еще что-то. А вот этот синтез вера и разум, это уже духовная наука. И духовная наука, вот, например, если говорить о ведической науке, да, она отличается от академической. Как раз, что там вот этот синтез есть, есть те же самые аспекты, опыт, да, но опыт немножко другой, иррациональный опыт, да. Есть разум, то есть анализ, логика присутствует и все, и так далее, все это исследовать. То есть ученые исследовали, древние ученые, они исследовали все эти темы. Исследовали и, если там на санскрите говорят, там пурушу и прокрити, то есть и дух, и материю исследовали. И поняли, что чем является, что чем не является, каким образом взаимодействуют, и что является причиной, что является следствием. В этом смысле. И если наши современные ученые, они помимо разума еще будут, так сказать, опираться на определенную веру, скажем, с точки зрения духовной веры, да, то есть веру хотя бы в тот опыт древних мудрецов и того учения, я думаю, что серьезные продвижения будут, очень серьезные продвижения. Пожалуйста, есть такие примеры. Майкл Крема, известный историк археологии, который, с одной стороны, развенчивает теорию революции Дарьева, но, с другой стороны, показывает на реальных артефактах, каким образом ведическая наука несет, действительно, научно она. Не просто вот с точки зрения, собрались какие-то мудрецы, что-то там придумали, а что она научная, да, там описывается, там, и расстояние до солнца, и то, и все, и те утверждения о том, что человек существовал задолго, задолго, задолго до того периода, как мы, так сказать, приняли считать, там, 10-20, ну пусть 100 тысяч лет назад, это подтверждается артефактами. И вот ученые, которые начинают, так сказать, опираться вот на эти духовные знания, они серьезный прогресс и большую пользу приносят обществу. Вот это очень важно, вот этот синтез. Как вы считаете, вот вера, слепая вера, насколько опасна, и как не попасть под влияние вот этих спекуляций, которые мы наблюдаем, как распознать их, что это действительно спекуляция, вот то, о чем сейчас Игорь сказал? Ну, если говорить про спекулятивные такие вероисповедания, которые можно отнести, как какие-то тоталитарные, так сказать, секты, то во главу подобного какого-то учения стоит там личность, вот, типа, я там, вот являются основным, типа, я бог, типа, я единственный ставленник здесь бога, и вот, ребята, давайте, так сказать, верьте в меня, вот я сейчас все там, это тоталитарное. Такое, к сожалению, многие люди вот, вот, производят такую, как бы, ну, включаются в подобные, как бы, процессы и плачевно кончаются для многих. Но, вот здесь тоже такой интересный момент, в одной, я же не помню, в какой-то книге ведической сказано, что вера, вера даже в неправильное учение может перевести человека к святости. То есть, если человек действительно искренне верит, действительно, у него и совершает определенные процессы духовные в рамках той религии, которую он находит, пусть она даже неверная, он может даже достичь неких состояния святости. И вот так. Поэтому здесь вот такой очень тонкий момент, что вот не всегда вот она, вот вера неправильная, и вот и всегда это в тупик. Да, чаще тупик. Но при определенных условиях это может привести, даже неправильная вера может привести к святости. Об этом вот духовные книги говорят так. Да, я склонен согласиться с коллегой, потому что искренность, вот то, о чем вы сказали, это ключевой параметр человека для обретения истины. Вот искренность нужна для того, чтобы обрести истину. Он может блуждать, он может ходить туда-сюда, направо-налево, но если он искренен, искренность, значит, он не подменяет мотивы свои, да, и мысли, поступки и слова находятся на одной линии, вот это называется искренность, то рано или поздно высшие силы или параматмы, или сверх душа в сердце, она выведет его туда, вот к этой истине, к свету этой истины. Это важно. И в этом смысле вера даже, может быть, в каком-то этапе немножко, так сказать, в заблуждении, да, она при наличии искренности, она даст, ну, вот это опять же, позитивный такой оптимистический результат и выведет к истинному знанию, к абсолютному знанию. Это факт, да. Возвращаясь, все-таки, к теме нашей беседы, что ожидание беды – это самая лучшая стратегия, и резюмируя, заключая, потому что наша программа подходит к своему завершению, я прошу ваши какие-то заключения высказать и также пожелания, на что больше нужно обратить внимание, когда мы обсуждаем пессимист или оптимист, насколько вообще эти характеристики, они отражают действительность и должны быть для нас какими-то приоритетами, потому что ведь еще Шекспирт уже писал о том, что нет ничего плохого или хорошего, все зависит от того, как мы смотрим на вещи. Какие тогда должны быть ориентиры у нас? Потому что мы вот такие ярлыки навешиваем, пессимист, оптимист или позитивный пессимист и так далее. Но что за этим стоит? Ну, на мой взгляд, ориентирами является духовное знание, духовное писание. Они во всех религиях есть. Есть ведические писания, там четко сказано. Есть христианство, где четко одним из грехов является в христианстве, что уныние, так и сказано, грех, уныние. И если человек ориентируется, понимает это, если он включен в эти направления, которые ему даны свыше, вот нам всем свыше даны некие ориентиры, мы там можем что угодно сами там выдумывать, но в силу своего как бы все-таки с одной стороны божественного начала, а с другой стороны материального умишка, который мы имеем внутри, вот мы можем искажать, мы можем неправильно воспринимать. Поэтому я всегда, по крайней мере для себя, я сделал вывод, что для меня ориентирами являются высшие авторитеты. Авторитетом высшими являются духовные писания, которые идут от самой высшей силы, от Бога. Вот поэтому я в этом плане являю для себя ориентир, ну не знаю, как вот все остальные. Мне, по крайней мере, это помогает. Мир, безусловно, более красочен, чем вот два цвета, да, там черный и белый. То есть нельзя сказать, именно поэтому ученые добавляют там позитивный пессимист, а потом может быть позитивно-пессимистически, оптимистически настроенный оптимист или пессимист, потому что палитра гораздо шире, и это вот сочетание как раз с гунной материальной природы, она дает эту палитру, там то, сё, пятое, десятое и так далее. Поэтому для того, чтобы увидеть мир холистически, да, вот полностью, да, вот этот вот единство в многообразии, вот этот синтез всего, и определить, а что полезно, что не полезно, там, в соответствии с временем и местным обстоятельством, да, то есть, ну, может быть, действительно позитивным пессимистом в соответствии с каким-то там временем и местным обстоятельством нужно быть, да, как, ну, например, в отношении своих грехов, например, да, что вот они настолько сильны, то есть не надо быть оптимистом в этом смысле, что я их сейчас так легко так вот раз-раз одной левой, то есть, может быть, надо быть как раз немножко пессимизмом и обращаться, когда мы, так сказать, уже считаем, что сами не справимся, обращаться к более высшим силам, да, то есть, поэтому этот мир, он не просто чёрно-белый, палитра огромная, и чтобы холистически смотреть на этот мир, нужно обратиться, действительно, к опыту веков, и вот к этому духовному опыту, к этой духовной составляющей, я бы добавил ещё, помимо писания, сами веды рекомендуют ещё брать наставников духовных, там, гуру, да, и святых, святые, духовный наставник, писание, и вот эти три как бы точки можно провести плоскость истины, да, то есть, мы можем всё взять и посмотреть, а как, что об этом говорят святые, что говорит мой духовный наставник, и что говорят писания, посмотрели, да, всё, вот, вот она, фактически, вот она истина, иначе другого мы, иначе мы углубились в свои собственные спекуляции, и будем напоминать, вот, так сказать, тех нерадивых, ну, не этих, я имею в виду, других нерадивых учёных, которые нашли что-то вот в частном случае, применили это к общему, да, что частный никогда не распространяется на общее, частный, да, вот это верно, для этого вот конкретного случая, возможно, да, но чтобы сказать об общем, нужно подняться, над этим общим, у нас нет такой силы подняться над этим общим, поэтому должны обратиться к писаниям, учителям и святым, это важно. Будем надеяться, что наши учёные, учёные, которые какие-то новые свои мысли, научные идеи вбрасывают и вводят на обсуждение или наше общество будут всё-таки следовать этому симбиозу, когда наука и духовность, и разум, они будут соединяться, тогда, может быть, действительно теории, они не будут такие неоднозначные. Дорогие друзья, мы сегодня беседовали в нашей аналитической программе на тему «Ждать беды. Самая лучшая стратегия». Нам помогали разобраться в этом вопросе наши уважаемые гости. Игорь Аниканов, специалист в области пиар и лидерства, преподаватель института в области прикладных духовных технологий имени Джона Фейворса и Юрий Вяльба, врач-психотерапевт, руководитель психотерапевтического центра Юрия Вяльбы. Напоследок маленький анекдот. Два скалолаза упали в обрыв, летят, и пессимизм кричит. Падаю, оптимист кричит, лечу. Как мы смотрим на вещи? Как мы живем? На что мы опираемся в своих принципах? Выбор всегда за нами. С вами был Дмитрий Чигаев. Аналитические программы вы можете посмотреть на нашем сайте balansdefis.tv.ru в разделе «Программы», а также все передачи с нашими участниками. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Чигаев Дмитрий Чигаев